всем привет мазеру микрофона и да давно уже не было новых видео на канале однако эту неделю пристально наблюдал за трансляциями разработчиков на которых нам постепенно рассказывали о нововведениях и сегодня я вам о них расскажу новостей от разработчиков много и трансляции еще не закончились и чтобы не затягивать перерыв между видео еще на две недели я выпускаю этот ролик грубо говоря промежуточный потому что нам еще не рассказали о новом игровом режиме в этом же видео я вам расскажу о четвертой ветке на всех персонажей о новом season пассе а также новом уровне хаоса и чтобы все было на своих местах начнем с того что когда и как добавят в игру как нам уже говорили ранее разработчики новая dlc будет платная для всех и даже для тех людей которые купили супер делюкс версию игры ведь там был обещан только первый season pass который включает в себя только четыре сюжетных дополнения и косметические предметы это было необходимо подчеркнуть ведь в комментариях уже набралась масса людей которые считают что при покупке супер делюкса по скидке разработчики обязаны их кормить контентом бесплатно до конца жизни второй season pass будет включать два дополнения и раз о втором известно только то что он выйдет весной 21 года то вот о первом известно достаточно много выйдет она уже 10 ноября как и сам season pass и сегодня мы поговорим именно о нем цена dlc а также season pass а пока неизвестно но если вы будете брать их в магазине от epic games и хотите поддержать меня то при покупке видите мой так автора который находится в описании под каждым видео с вас ничего лишнего не возьмут а мне копейка поднимет настроение а также смотивирует на создание контента дизайнер кат будет включать в себя две очень важные вещи из-за которых каждый игрок просто обязан купить это дополнение четвертая ветка навыков для каждого персонажа а также новый игровой режим и если о новых ветках уже известно практически все а зарубежные блогеры уже получили версию игры где присутствуют эти ветки и вовсю пилят билды с ними то вот насчет игрового режима сейчас слишком мало информации однако я надеюсь что уже на следующей неделе будет достаточно материала для отдельного видео по новому режиму также вместе с dlc выйдет и новый уровень хаоса который уже успел разделить комьюнити на два лагеря 11 уровень хаоса урежет в два раза дроп опыта денег и предметов по сравнению с 10 хаосом но сложность остается точно такой же подвох здесь в том что при этом все модификаторы хаоса будут отключены и это значительно упростит прохождение игры ведь лишь единицы модификаторов которые были на 10 уровне могли помочь игроку однако новый уровень хаоса практически полностью обесценивает весь труд разработчиков который целый год не могли нормально настроить режим хаоса само обновление хаос 2.0 подразумевала под собой нечисленное усложнение игры однако 11 уровень хаоса приведет все к тому что мобы будут просто жирными защиту нового уровня хаоса лишь могу сказать что за все время игры я так и не смог определиться с пулом модификаторов с которыми было бы интересно играть также раздражает то что даже есть у вас есть на уме те модификаторы с которыми вы хотели бы играть то это не спасет от долгого перераспределения модификаторов и должны нереально повести чтобы выпали все четыре нужных модификатора обязательно напишите в комментариях свое мнение по поводу того стоит ли добавлять разработчикам новый уровень хаоса перед обзором новой ветки хочу отметить то что ближе к релизу dlc некоторые навыки могут измениться а также пока неизвестны модификаторы класса которые будут работать на благо новых веток в прошлом новостном ролике я уже рассказывал о некоторых навыках флака однако теперь у нас есть все ветки навыков с подробным описанием они расположены прямо на сайте игры в калькуляторе навыков ссылочку вы можете найти в описании так как сейчас все описание способностей только на английском языке то я не буду открывать описание каждой способности опроса расскажу что они делают начнем мы с цена если вы смотрели мой предыдущий новостной выпуск то вы должны помнить что у цена будет рейл ган новый активный навык цена сильно отличается от тех что уже есть как минимум по той причине что он не действует продолжительное время как все текущие навыки а работают по тому же принципу что и раки флака у героя будет пушка на плече которая по активации стреляет в центр экрана у этой пушки будет изначально три заряда и перезарядка каждого из них составляет 12 секунд также можно взять два из пяти усилителя активного навыка для увеличения эффективности пушки первое усиление открывается после пяти вложенных навыков новую ветку и она конвертирует урон от пушки цена в урон от холода а также повышает скорость заморозки врагов однако снижает урон на 10 процентов второе и третье усиление открываются после десяти вложенных навыков если первый из них просто превращает врага в стихийную лушу если его убить из пушки то вот второй восстанавливает по два заряда за каждого убитого противника при критическом попадании из пушки следующее усиление активного навыка открывается если вложить 15 навыков ветку и она превращает пушку в некое подобие удочки при попадании во врага из наплечной пушки противник притягивается к зейну а также получает на 25 процентов больше урона перезарядка этого навыка составляет 6 секунд и к тому же перезарядка пушки ускоряется на 20 процентов последнее усиление активного навыка открывается после 20 вложенных очков и она значительно улучшает пушку это усиление увеличивает количество зарядов с 3 до 5 а также увеличивает урон на 20 процентов за каждый недостающий заряд скорее всего зачастую будет использоваться связка из первого и последнего усиления активного навыка ведь они оба значительно усиливают пушку и подходят под большинство ситуаций далее переходим к дереву навыков и первый навык значительно увеличивать емкость оружия зейна после использования активного навыка на 12 секунд и стакается до 10 раз это значительно повысило бы точность зейна и без стаков но с ними прицел буквально сузится до предела второй навык повысит выживаемость зейна ведь он включает регенерацию здоровья после критического попадания по противнику сомнительный навык если учесть тот что основной упор выживаемости зейна висит на его щите третий навык из первой строки добавляет шанс на восстановление одного патрона в магазине за каждое убийство критическим ударом следующий навык увеличивает критический урон на 8 секунд за убийство врага и эффект суммируется дважды также имеется навык который увеличивает у зейна точность во время передвижения чем быстрее зейн тем точнее он стреляет далее идет перк который ускоряет перезарядку навыков а также увеличивает урон от оружия после убийства врага 3 строка навыков странная перемычка ветки здесь всего один навык который можно прокачать лишь на один пункт и он очень сильно упростит жизнь зейну ведь он позволяет стрелять прямо на бегу и да это точно такой же навык как и у моус на четвертой строке расположился навык который увеличивает скорость перезарядки и скорострельность оружия на 8 секунд за каждый критический выстрел при критии сноплечной пушки эффект удваивается далее идет навык который опять же пробует сделать из зейна героя который способен убивать боссов с одного выстрела после каждой активации навыка урон от следующего выстрела увеличивается на 15 процентов при максимальной прокачке и этот эффект стакается до 10 раз следующий навык позволит зейну значительно ускорить перезарядку своей пушки ведь он снижает время перезарядки активного навыка за каждое критическое попадание во врага эффект длится 8 секунд и стакается до 15 раз если настакать максимум этого навыка то перезарядка способности будет быстрее более чем в два раза далее у нас идет навык который отлично бы подошел флаку однако сильным упором в критический урон он отлично смотрится и на земле если взять этот навык то все критические попадания в противника будут их пробивать насквозь а следующий ворог в которого прилетит снаряд получит увеличенный урон последний навык в новой ветке увеличивает урон зельна на 25 процентов при прицеливании а также автоматически применяет стихийный эффект на врага если это было критическое попадание практически вся новая ветка ведет зейна в сторону критов и об этом можно было догадаться еще на моменте выхода 4 dlc ведь там был добавлен модификатор класса который позволяет за и но чаще критовать однако было непонятно к чему он был добавлен но теперь то уже все стало на свои места первый же билд который пришел на ум это стрельба из пушки с непрошенным в руках раз уж день и пошел в криты то такая связка поможет максимально разогнать его урон из пушки и стрелять из простого оружия больше не понадобится следующий персонаж на очереди амара в своем видео я предполагал что активный навык амары это некий фаербол однако механика новые способности больше напоминает ее всего из четыре вариации активного навыка и начнем с базовой при активации навыка амара призывает сферу элементарной энергии с той стихией которая активна сейчас в навыках амары эта сфера наносит урон ближайшим врагам и для того чтобы контролировать ее передвижение имеется две кнопки рукопашная атака ридан со сферой заставляет ее лететь к врагу а повторная активация навыка заставит амару притянуть шар обратно кроме того каждый раз когда амара использует рукопашную атаку по сфере она получает увеличенный урон которая зависит от нанесенного урона в ближнем бою в итоге использование этого навыка превращает геймплей спамы кнопки удара и активации навыка также интересно будет посмотреть на то как это работает с мордобойником вторая вариация этого навыка повторяет предыдущие свойства однако вместо увеличения урона от атаки в ближнем бою эта сфера помимо простого массового урона по рядом стоящим врагам также выпускает стихийные снаряды по врагу которого сейчас такой тамара третья вариация самое интересное при активации навыка мы вызываем точно такую же стихийную сферу однако теперь ее не придется пинать ладошкой во врагов ведь сфера сама летит в того врага по которому сейчас стреляет амара сфера не обладает интеллектом и поэтому она летит по прямой не облетая препятствия и если она врезалась в стену то ее придется вызвать к себе точно так же как и предыдущие сферы повторной активации навыка четвертая вариация этого шара стоит отдельным пунктом ведь она делает из первой сферы ее целебную версию вместо массового урона она постепенно исцеляет рядом стоящих союзников а удар ладошкой по направлению в союзника который стоит на коленях в режиме борьбы за жизнь моментально его поднимет также эта ветка предоставляет амаре новую стихию лед а в слот усиления способности можно поставить перк который ускоряет на 30 процентов перезарядку навыка при убийстве противника способностью этот эффект работает до следующей активации навыка далее переходим к древу и первый навык который нас встречает увеличение скорости зарядки щита а также скорость смены оружия второй навык увеличивает урон в ближнем бою на 12 секунд после того как амара наложит эффект на противника следующий навык увеличит скорость полета снаряда а также урон по области следующая строка навыков начинается с повышения урона от оружия и скорости передвижения на 16 секунд при заморозке противника второй навык прибавляет урон от той стихии которая выбрана амары к ближнему бою. Далее идет навык, который восстанавливает амаре часть максимального здоровья от убитого врага в ближнем бою. Навык в перемычке этой ветки дает 20% шанс на сброс времени восстановления активного навыка при убийстве в ближнем бою. Следующий навык увеличивает урон в ближнем бою на 12 секунд при активации способности. Далее у нас идет навык, который позволяет амаре провоцировать врагов на 8 секунд при активации способности. При этом, если по амаре будут попадать, то она повышает свой урон. Максимальное повышение урона 75%. Следующий навык опять же улучшает ближний бой амары. После убийства противника в течение 12 секунд амара наносит дополнительный урон по области при атаке в ближнем бою. Далее идет еще один навык убийства, который создает взрыв на месте убитого врага, если он был заморожен. Из этого взрыва вылетают осколки и направляются к ближайшим врагам, нанося ледяной урон. Третий навык в предпоследней строчке просто увеличивает урон от умений. Заключающий навык амары позволяет ей игнорировать сопротивление врагов к стихиям в течение 8 секунд после убийства противника. Этот навык не влияет на иммунитет к стихии. Как от окноовой ветки, мы получили амару, которая нацелена на ледяной урон вместе с ее. Излишнее усиление урона в ближнем бою окончательно закрепила связь амары и мордобойника. Если его не исправят, то кроме него ничего амаре больше и не нужно будет. В общем, посмотрим на релизе. Следующий персонаж залп. О нем я уже успел вкратце рассказать, однако у нас появилась вся ветка талантов, в которой нам предстоит разобраться. Основной навык новой ветки – гравитационная ловушка. При активации способности флаг кидает ловушку во врагов, которые периодически подбрасывают противников в определенном радиусе в течение 16 секунд. У этого навыка имеется 4 усиления, из которых можно выбрать только 2. Первое усиление может пригодиться флагу во время прохождения заварушки и арен, ведь бывают такие ситуации, что попросту заканчиваются пуля. Вместе с этим усилением все противники, которые подброшены ловушкой, по приземлению выбрасывают патроны, хилки и щиты. Второе усиление увеличивает радиус ловушки на 100% и длительность на 25%. Третье усиление способности автоматически бросает ловушку, если флаг перейдет в режим борьбы за жизнь, а способность будет готова. Четвертое усиление полностью меняет назначение ловушки и теперь она начинает сбивать с толку врагов, то есть после броска ловушки каждый ее импульс заставляет врагов стрелять в друг друга в течение 8 секунд. Также у флага появляется новый питомец в виде грузчика. Всего есть 3 вариации. Первый – грузчик, снайпер, который может не только стрелять из винтовки, но и выпускать электрические снаряды, а при команде атаковать грузчик стреляет мощным лазером во врага. Также при использовании этого питомца у флага увеличивается сопротивление стихиям на 30%. Второй вариант – грузчик с дробовиком. Вместо снайперской винтовки грузчик будет стрелять из дробовика, а также он способен нанести мощную атаку в ближнем бою. По команде атаковать грузчик превращается в бульдозер и начинает давить врагов, тем самым сбивая их с ног. При использовании этого грузчика флаг получает дополнительно 20% емкости щита. Третий вариант – грузчик с гранатами. На месте оружия у него все так же дробовик, но только огненный. Также такой грузчик способен кидать во врагов гранаты, а по команде атаковать начинает поливать врагов шквалом ракет. При использовании этого грузчика скорострельность флага увеличивается на 12%. Далее переходим к древу навыков. Первый навык увеличивает скорость передвижения и урон у питомца. Второй навык вызывает волну радиации от разрушения щита у героя и питомца. Третий навык ускоряет перезарядку у флага и питомца. Далее идет навык, который ускоряет перезарядку щита. Следующий навык конвертирует 30% урона флага в хп его питомца, если они атакуют одну и ту же цель. Третий навык в этой строчке добавляет питомцу шанс критического урона. Следующий навык заставляет грузчика превращаться в ходящую бомбу при переходе в режим борьбы за жизнь. После взрыва робота он нанесет всем рядом стоящим врагам урон, а также возродится в два раза быстрее. Далее идет настолько простой навык, насколько он силен. Он просто дает текущий щит флага его питомцу. Следующий навык увеличивает критический урон питомца и если он его нанесет, то следующий выстрел флага будет с дополнительным уроном. Далее мы переходим к навыку, который опять же повышает выживаемость у питомца. Пока щиты флага активны, питомец получает на 75% меньше урона. И на этом моменте я не очень понял разработчиков, ведь они постоянно повышают выживаемость питомцу флага, хотя он буквально бессмертен. Ситуации, когда питомец может откинуться быстрее, чем сам флаг, можно сосчитать по пальцам, но они все равно продолжают повышать ему выживаемость. Следующий навык повышает длительность активной способности флага после того, как питомец убьет врага. Эффект суммируется до 10 раз и каждый знак длится 12 секунд. А вот следующий навык очень хорошо смотрится как на флаге, так и на его питомца, ведь если кто-либо из них нанесет критический урон, то они оба восстановят часть своего щита. Предпоследний навык моментально восстанавливает часть щита флага и питомца при команде атаковать, если щит будет разряжен более чем на 50%. Заключительный навык флага новой ветки увеличивает емкость щита флага в 2 раза после применения активного навыка на 16 секунд. Перезарядка данного перка составляет тоже 16 секунд, что позволяет своевременно обновлять его действия. Однако длительность навыков у флага обычно дольше, чем 16 секунд. Четвертая ветка для флага получилась достаточно хорошей, ведь флаг теперь имеет необходимый ему контроль и грузчики смотрятся привлекательнее, чем остальные животные. После релиза еще узнаем их урон и уже можно будет поделиться окончательно с питомцем. Очень симпатично смотрится эта ветка именно в гамма-билде, ведь теперь питомец может быть полноценным бойцом. Последний герой, который у нас остался, это Моус. И здесь что-то совсем странное. Такое чувство, что они просто не знали, что делать с активным навыком. У нас уже есть модификатор класса, который способен заставить медведя передвигаться самостоятельно. Есть навык в синей ветке, который также дает 15 секунд свободного хода для него. Новый же навык призывает мини-версию железного медведя, который спавнится сразу с двумя пушками. Этот медведь, в отличие от большого брата, бегает за Моус без модификатора класса и соответствующего навыка, но с пониженным уроном. Также нам дали 4 новых усиления активного навыка. Первое из них восстанавливает 12% от максимальной брони медведя, если он накладывает эффект на противника. Второе усиление создает ядерный взрыв при активации маленького медведя и после его уничтожения. Третье усиление добавляет штормовую винтовку в дополнение к основному оружию, которое выбирает игрок. Последнее усиление активного навыка увеличивает урон у Моус на 0,5% в секунду, пока действует Маленький Мишка. С активным навыком на этом все и мы переходим к древу навыков. Первый перк повышает выживаемость Моус и Медведя. Каждый раз, когда Моус или Железный Медведь поджигают врага, они оба начинают регенерировать жизнь в течение 8 секунд. Второй навык увеличивает огненный урон Моус из-за активного навыка. Третья способность просто увеличивать урон Мишки. Следующий перк радует повышением скорости передвижения Моус и Мишки, пока действует активный навык. Далее идет способность, которая увеличивает урон от оружия за каждое оружие, щит и гранату соответствующего элемента. Третий навык во второй строке увеличивает урон от стихии, а также шанс их наложения у Моус и Медведя. Перемычка данной ветки увеличивает скорость стрельности на 12 секунд после того, как Моус или Мишка применит к врагу стихийный эффект. Способность суммируется до 5 раз. Следующая способность увеличивает длительность активного навыка и скорость его восстановления. Далее идет перк, который восстанавливает топливо Железному Медведю каждый раз, когда Моус или Медведь накладывают эффект на противника. Восстановление здесь убывающее и происходит оно по похожему принципу с навыком Стража, который продлевает время борьбы за жизнь. Следующая способность увеличивает урон Железного Медведя на 18%, а сопротивление к урону на 45%. Далее идет способность, которая увеличивает скорость восстановления навыка после того, как Моус или Железный Медведь накладывают стихийный эффект на врага. Предпоследняя способность в новой ветке увеличивает урон по противнику от стихийного эффекта каждый раз, когда на него применяется этот стихийный эффект. Заключающий навык в данной ветке позволяет продолжительное время Медведю находиться в строю, ведь каждый раз, когда Моус или Железный Медведь поджигают врага, Мишка не будет потреблять топливо в течение 6 секунд. С Железным Медведем сейчас все очень спорно, ведь ирона у него практически нет, и вроде как это должны исправить к релизу. Сама ветка выглядит очень интересно в пользу АФК билдов, однако теперь Моус можно собрать в полноценный огнестрельный билд вместе с использованием активного навыка. В общем, дополнение действительно обязательно к покупке для любого игрока, ведь новая ветка на любом персонаже смотрится действительно интересно. Да и о гонке вооружений нельзя забывать, о нем мы поговорим в следующем видео. А если ты досмотрел видео до этого момента, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Совсем скоро здесь будут новые интересные видео. До встречи!